Чел отправил 16 тысяч откликов и получил баклажан в рот, а не работу. Кандидат потратил 30 тысяч на карьерных консультантов и в итоге тоже получил баклажан в рот, а не работу. Как продакт-менеджеру продать свой опыт, чтобы это звучало сексуально, и в итоге получить работу, а не баклажан в рот? Примерно так звучат заголовки постов моего сегодняшнего гостя, с которыми мы обсудим, как не нарваться на консалтеров инфо-цыган и как не нарваться на вредные советы по поиску работы. Не переключайтесь, с вами Анна Наумова, я эксперт по поиску работы в США, и вы на моем канале Продкаст. Если вам нужно сделать крутое американское резюме, прокачать профиль в LinkedIn или подготовиться к собеседованию международной кампании, заходите на мой веб-сайт annanaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. Также вы можете составить свое резюме самостоятельно. Для этого я создала гайд, который называется «Идеальное американское резюме». Это самый подробнейший гайд на русском языке о резюме по международному масштабу. А еще я запустила свой телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, там вы найдете инсайдерскую информацию про меня и про мой канал. Итак, у меня сегодня в гостях Евгения Абраменко, Head of Product и Principal Product Manager в компании ИПАМ, а также автор развлекательного образовательного телеграм-канала «Записки старого манагера», который почему-то называется BDSMM. И вот, в общем, Женя, привет. Объясни, пожалуйста, что за BDSMM, почему у тебя такой канал? Да, сейчас все объясню. Смотри, раньше, еще давно, когда я был еще интернет-маркетологом, ВКонтакте я завел паблик, который назывался BDSMM. То есть это Business Development, Sales Marketing and Management. А, то есть BDSMM — это уже Business Development, да? Потому что у меня вообще другая ассоциация была, да, и сразу. Я в основном рассказывал про SMM, то есть это Social Media Marketing, и как бы вот это совмещение BDSM и BDSMM, и вот думайте, что хотите, короче. Вот. Поэтому потом я завел телеграм-канал, и у него был соответствующий адрес. После чего я немножко поменял тематику, потому что у меня поменялась профессия, соответственно, я поменял тематику. Я несколько раз переназывал канал по-разному. Он назывался «Таблетки деда». Он еще как-то, по-моему, назывался. В итоге он сейчас называется «Записки старого манагера». Вот. А адрес остался прежний. Вот так. Супер, да. Обязательно подписывайтесь на телеканал. Телеканал Евгения Абраменко, да, про таблетки деда и старого манагера. Очень смешно, реально. Обожаю читать, обожаю читать. Мне кажется, в последние дни ты стал более-более такой пикантный, да, такой спайси, я могу сказать, да, потому что я даже не могу произнести у себя в эфире то, как на самом деле звучат твои посты, потому что я не хочу обижать YouTube. YouTube очень капризный в одном плане. Ну и там достаточно много ненормативной лексики, поэтому, ребят, я постаралась как бы отобразить суть без использования ненормативной лексики. Поэтому у нас вот баклажан во рту сегодня. И мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы у вас не было баклажана во рту при поиске работы в США. Да. Ну, Женя, расскажи, расскажи о себе, чем вообще ты занимаешься. Я вот представила тебя как автор канала и продакт-менеджера. Может быть, ты подробнее раскроешь, что ты делаешь, чем еще занимаешься. Ну, смотри, я бы не хотел начинать вообще вот свое представление с того, что я продакт-менеджер, бла-бла-бла, господи, как скучно. Вот. Потому что, ну, это слишком банально. Вот. Что я сейчас делаю... Что может быть банальнее продакт-менеджеров, да? Вот два принципа продакт-менеджера сели и решили, что все, да, сворачиваемся. Окей. Вот. Ну, грубо говоря, там, подкрутил здесь, подмутил там, получились бабки. Вот примерно чем я занимаюсь. Ну, а также я пишу посты, провожу консультации, иногда делаю прямые эфиры, туда-сюда. Вот. Сейчас, как бы, я участвую в одном стартапе. Я пока не скажу, о чем он, что он, и как я там оказался, потому что это пока секрет. Вот. Собственно говоря, плюс я еще создаю там свой инфокурс. Это тоже в процессе, он скоро увидит свет. Вот примерно так. Инфоцыганский курс, да? Правильно я понимаю? Да, совершенно, конечно, абсолютно инфоцыганский курс. Хорошо, мы обязательно сегодня поговорим. Слушай, вот расскажи про подачу своих постов. У меня у тебя такой прям необычный, необычная подача, такая юмористическая такая, я бы сказала, очень юмористическая. Вообще, о чем ты пишешь в своем канале и зачем тебе это? Ага, смотри, тут дело в том, что я не могу не писать этого. Ну, то есть, вот я стою на кухне, делаю себе кофе и такой, о! Я откладываю кофе. Там меня зовет жена, говорит, Женя, надо сделать. Я говорю, подожди, подожди, подожди. Закрываю и начинаю писать. Мне пофиг там, кто-то мне звонит, кто-то мне пишет, потому что я не могу. Вот оно само появляется. И я такой, потому что если я сейчас не напишу, потом это будет уже как бы мысль улетучиться. Я такой думаю, блин, ну вот тема уже была. И как раз именно когда я так создаю посты, вот тогда они набирают хорошее количество реакций. А какой у тебя самый популярный пост? Самый скандальный? Ну, если совсем честно, я пишу несколько тем. То есть, первая тема — это продукт менеджмент. Вторая тема — это про найм, про поиск работы и прочее. И третья — это там, условно, чисто поржать, хайпажорство про отношения полов и все такое. В общем, недавно я написал пост в Фейсбуке, вот из последнего, да, тоже про отношения полов. И у кого-то настолько сильно пригорело, что человек... Как жопа кота просто. Да, просто. Только что у меня просто жопа кота в лицо. Да, окей, пригорело, да. Так, иди отсюда. Я спустил в какой-то паблик, и оттуда понабежала куча разных людей, которые, конечно же, стали рассказывать мне, как жить и так далее, и тому подобное. А про что пост-то был? Про что пост? Что там пригорело-то? У меня каждый раз пригорает, на самом деле. Я, когда читаю твои посты, у меня каждый раз пригорает, не буду писать, не буду отвечать, не буду разжигать. Как раз хочешь меня убить, да? Да-да-да, не буду разжигать. Иногда разжигаю, но сдерживаюсь, сдерживаюсь, да. Определённая терапия им нужна, чтобы не ответить, да. Вот. Значит, пост был о том, что я написал, почему определённые состоятельные мужчины не в восторге от того, что они должны платить на свиданиях за девушек. Вечная тема, вечная тема, да. И, в общем, как бы, ну, просто стандартный аргумент, что, типа, те, кто не хотят платить, у них просто нет бабла, и они жадные нищеброды. Я как раз провёл своё личное исследование, опросил несколько свободных... Несколько нищебродов жадных? Несколько нищебродов. Жадных нищебродов. От трёх тысяч долларов и выше, как бы, да, то есть... Ну, это точно не нищеброды, да, Валерич? Вам же столько получают пособие для бомжа, да, хорошо. Окей. Вот. И что, типа, почему вас триггерит, да, то есть почему... То есть вы же можете заплатить, вы можете себе позволить всё, что угодно. И ребята рассказали мне, почему. Вот. И, в общем-то, я итог об этом рассказал в Фейсбуке, там, как бы, и на надшел, то есть, там, какую-то краткую выжимку. В общем, пригорело у кого-то очень жёстко, и там мне написали таких комментариев, вот, типа, из серии «Чтоб я сдох» и всё прочее, короче. Хороший комментарий, да, да, поэтому сегодня тоже пишите комментарии под видео, да, вот пожелайте здоровья Евгении Абраменко, если вам нравится сегодняшний эпизод. Да, мне тоже много чего пишут, тоже интересные комментарии у меня прилетают. Ну, хорошо, давай тогда перейдём к поиску работы. Я знаю, что ты об этом очень много пишешь. И вот, наверное, возвращаясь к твоему посту про 16 тысяч откликов, вот, расскажи вообще вот топ-3 вредных совета по поиску работы. Смотри, вредный совет номер раз – это делать как можно больше откликов. Совет номер два – писать индивидуальные сопроводительные письма на каждую, на каждый отклик. И третий совет – это, вредный, конечно же, совет – это прямо и честно отвечать на вопросы рекрутера или нанимающего менеджера. Вот, могу рассказать, почему так. Да, давай по каждому пройдёмся делать как можно больше откликов. Вот это очень интересно, потому что у меня были гости, которые говорили, вот была Аня Гордеева, которая наняла себе ассистентов, и которые за неё откликались. У неё было, по-моему, 3 тысячи откликов. Да, я уже не помню. Ну, в общем, через ассистентов она замутила там каким-то образом себе огромное количество откликов, достаточно короткий срок, ну и получила оффер. В принципе, получилось. Почему ты считаешь, что это вредный совет? Смотри, если мы говорим про, условно, джунов, у них другого выхода-то и нет. Ладно, окей, оставим это, да. Но если человек уже достаточно опытный, и он ищет действительно не абы какую работу, чтобы быстрее найти, потому что иначе он умрёт под мостом, а когда он действительно осознанно ищет что-то хорошее, в таком случае вот эта стратегия рассылки вот этих спам-резюме, оно, это, к сожалению, малоэффективно. Вот как раз в своём посте про 16 тысяч баклажан я рассказывал о том, то есть прямо вот приводил пример, объяснял, почему это так, то есть почему именно это неэффективно. Сейчас я вкратце расскажу, чтобы сильно запаривать. Короче, первое, сейчас есть специальные боты, которые сами за тебя откликаются, сами пишут с помощью чата ГПТ индивидуальные сопроводиловки на каждую вакансию. Очень много ребят, соответственно, из разных городов и стран могут откликнуться на любую абсолютно позицию, это им нет никаких входящих фильтров, то есть нет такого, что у тебя не сходится резюме с вакансией, и там даже не на грош, да, как бы поэтому пошёл в жопу, нельзя тебе откликаться. Нет, такого нет, то есть откликнуться может там кто угодно, что угодно, соответственно, и из-за этого получается не просто огромное количество откликов, а ridiculously огромное количество откликов. То есть настолько, что даже, ну, просто представь, в вакансии проекта 5 тысяч откликов, да, то есть, ну, какова вероятность чисто математически у каждого из этих персонажей, что они пройдут на следующий этап. Хорошо, есть АТСки. Да, АТСки есть, но проблема их в том, что они, значит, они как бы, у них есть требование, да, согласно которым они чекают твое резюме на предмет вхождения ключевых слов. Ну, это как в поисковой оптимизации, так же работает этот алгоритм примерно. И как бы чем, но как бы со стороны соискателей люди тоже больше оптимизируют свои резюме по ДСАТСки, АТСки учатся, усложняя правила, и при этом слишком переоптимизированы резюме, там, где будет написано везде продукт-менеджер, 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 да, то есть они тоже фильтруются. Из-за этого зазор как бы, он сокращается, чтобы оно было и не переоптимизировано, и не недооптимизировано, и получается вот такая тонкая грань, но даже сквозь нее просачивается огромное количество. То есть настолько все печально, что даже те, кто просачивается сквозь это, все равно уже должны быть отфильтрованы, соответственно, вот рекрутером. А на рекрутера это тоже дополнительная нагрузка, и, как правило, они не хотят этим заниматься, но все остальное вы, наверное, знаете, да. То есть просто сейчас ситуация усложнилась. Раньше это тоже было так, но раньше не было ботов, которые откликаются сами, которые индивидуально сопроводили, и пишут, и не было чата ГПТ, которые это делают. Так что делать-то? Что делать-то? Слушай, а вариант как бы вообще, немного вариантов. Вариант такой, что необходимо налаживать хорошие отношения с различными HRD, с целевых компаний, в которых человек хочет работать. Можно и нужно участвовать в различных чатах. Там, например, у меня есть чат на 3000 продуктов в Казахстане, пожалуйста, если хочешь работать в Казахстане. Просто общаться с людьми. Ходить на сусовки с пивом или без пива. Ну, кто как предпочитает. Соответственно, ходить на разные конфы, тоже общаться с людьми, вкладывать время и деньги именно в эти процессы. И тогда есть шанс получить действительно интересный оффер. Потому что те люди, которые вот эти позиции создают, самые сочные из них закрываются из ближайшего круга. А всякий ширпотреб, он идёт на вот этот открытый рынок, где уже существуют АТСки, прочие фильтрационные механизмы и так далее. Вот такие дела. В общем, нетворкинг решает как никогда в настоящее время. Когда у нас по пять тысяч отликов на проектовую позицию. Ну, хорошо, да. Значит, нетворкинг решает. Значит, второй твой пункт. Про сопроводительные письма ты рекомендуешь не писать длинные или как там, кастомизированные сопроводительные письма. Почему? Вроде все говорят, пишите, кастомизируйте письма, бла-бла-бла. Я, честно, вообще их не пишу. Для меня это вообще waste of time. Да, да. Если вы интересны, если ваше резюме, оно является вашим сопроводителем, там написано summary, вот summary нужно вот насчёт summary, нужно вот реально очень постараться ёмко описать summary. Вот оно говорит о вас всё. Не нужно сопроводительное письмо, если вы не умеете это делать, а большинство людей не умеют это делать. Объясню, в чём прикол. Это в эту игру нужно уметь играть. То есть нужно эмоционально вовлечь человека. То есть это нужно написать, «Привет, я крутой продакт, хочу получать до хрена денег, а работать не хочу». Например, такой заход. Но это хулиганский заход. Он не всегда может сработать. Не все поймут этот юмор. Хотите вы играть в эту игру или нет? Ваше право. Но это действительно большой риск. Всё остальное, кроме этих эмоциональных хулиганских заходов, это пустая трата времени. Потому что когда чат ГПТ пишет индивидуальную сопроводиловку под каждую вакансию, во-первых, каждый человек это видит, это видно, что написал чат ГПТ. Это первый момент. Второй момент, что есть система, которая анализирует, написал ли это чат ГПТ, и фильтрует такие сопроводиловки. Это первый момент. Но тут-то прикол, что даже если, даже если вы самостоятельно написали вот такую сопроводиловку, то система, которая анализирует на чат ГПТшность, она может с очень большой вероятностью тоже пометить это сопроводительно, как написано на чат МГПТ, с очень большой вероятностью. Потому что как раз вот эти сопроводители, они все равно шаблонные. Даже если человек индивидуально подбирает какие-то там ключевые слова и прочее, все равно получается постная фигня. Поэтому, короче, не пишите их. Вот вам мой совет. То есть твой совет вообще не писать сопроводителя письма? Ну да, если не захочешь рисковать и заниматься вот этой фигнёй, что там, например, я знаю, что в Яндекс одна девочка написала вот примерно то, что я сказал. Какое-то такое сопроводил, которое зацепило юморно. Но мы же не знаем, кто находится на той стороне и поймёт ли человек этот юмор. Мы не знаем, насколько это действительно под культуру компании подходит. Мы не знаем, в каком настроении будет находиться человек, который будет это читать. Короче, тут очень много таких моментов, где можно попасть мимо. Просто из-за того, что... Просто из-за истечения обстоятельств. Так что лучше никакое письмо, чем какое-либо. То есть, вероятно, вот девочка, которая в Яндекс написала, это такая ошибка выжившего. Ей просто повезло. И такое ощущение обстоятельств, что её сопроводительное письмо, во-первых, оно было прочитано, а во-вторых, оно попало как бы стрелой купидона в сердце нанимающего менеджера, что тоже, на самом деле, редкость, потому что мы действительно не знаем, чего от нас хотят. Я с тобой абсолютно согласна. Я не пишу сопроводительные письма и никогда их вообще в целом не писала. И своим клиентам я рекомендую... Не рекомендую, точнее, их писать. Не то, что прям запрещаю писать. Нет, хотите, если у вас есть куча свободного времени, можете писать. Но, скорее всего, особенно на американском рынке их никто не будет читать. Ну, нет у рекрутеров времени американских рекрутеров читать ваши сопроводительные письма. Но слишком... Да, если вам приходит 5000 резюме на позицию проект-менеджера, будут они вычитывать ваши сопроводительные письма, которые, скорее всего, составлены по каким-то дебильным шаблонам. Согласна. Согласна. Хорошо. Давай тогда... У меня сегодня игрущий кот решила сегодня здесь своей попой помахать. Так, получается, и третий вредный совет прямо отвечать на вопросы рекрутеров и нанимающих менеджеров. Это вот интерес. Что же прямо? И что такое непрямо? Например, вопрос. Самый такой кусачий вопрос, бесячий, да, например, почему вы ушли с предыдущего места работы? Никого нахрен не интересует, почему вы на самом деле ушли с предыдущего места работы? Этих людей интересует, как вы умеете выворачиваться из таких вопросов. Знаете ли вы правильный ответ? Или, например, расскажите ситуации, когда вам пришлось проводить непопулярные решения как управленцу. Да, то есть, опять же, не нужно рассказывать про то, как было на самом деле. Вам нужно выставить себя в крутом свете. То есть, к сожалению, мне это, честно говоря, вот мне эта практика не нравится, да, но меня почему-то никто не спросил. Но по факту действительно спрашивают, задают вопросы такие, на которые нужно уметь увертливо, неоднозначно отвечать, скользко отвечать, съезжать с темы. Вот эти навыки почему-то проверяются. Я, честно говоря, считаю, что, ну, как бы, как я, когда проводил собеседование управленцев, я всегда задавал только те вопросы, на которые я хочу слышать настоящий ответ. И вот эту всю постную фигню я не спрашиваю, потому что мне вот это вот неважно, как человек умеет уворачиваться, плести интриги и заниматься, впрочем, корпоративным булшитом. Мне важно понимать то, сможет ли он выполнять управленческую задачу, которую я поставлю. Вот. Но, как бы, что имеем, как говорится. Да, да. Ну, вообще, вот этот вопрос, да что ж такое-то? Да сегодня я не понимаю, что как... Отстань от меня сегодня. Вот сегодня прям дико назойливый кот. Да, поставьте лайк, если вам нравится мой кот. Или, да, если не нравится, тоже поставьте лайк. Вот. Вообще, вот этот вопрос, почему вы ушли с предыдущей работы, он меня вообще всегда убивает, потому что реально большинство людей не умеет на него отвечать. И начинает, честную правду, матку пороть в лицо, особенно ужас, да, или почему вы не ушли в предыдущую работу, да, почему вы ищете работу, да. Часто обычно вот так он формулируется. И начинают там, мой бывший менеджер, там, какое-нибудь говно, да, инвесторы не могут выбрать направление. Вот буквально недавно у меня был, у меня был, я как нанимающий менеджер собеседовала на работу, и парень начал говорить про инвесторов. То, что инвесторы какое-то направление не туда выбирают, там еще, господи, думаю, зачем ты мне это говоришь вообще? Чувак, остановись, понимаешь, остановись, не нужно, да, потому что это просто огромнейший красный флаг для нанимающего менеджера. Если вы будете потирать своих бывших боссов, инвесторов и кого угодно со своей работы, это значит, что вы потом в будущем будете также отзываться о текущих, да. Поэтому, пожалуйста, оставьте свое мнение при себе, если было что-то плохо, весь негатив. Единственная возможность, почему вы, единственная причина, почему вы меняете работу, вы хотите расти, развиваться, да, и думать о хорошем, светлом будущем. Ну, супер, хорошо, значит, мы прошлись по поиску работы, и у нас было три вредных совета. Первое, отправляйте как можно больше откликов, пишите сопроводительные письма и прямо отвечайте на вопросы. Да что же за бык-то такой, а? Кот бык. Что случилось сегодня? Сегодня ночью была гроза в Остине, и, мне кажется, кот наложил кирпичей просто. Мне кажется, у кота стресс, да. Вот. Хорошо, давай теперь про консультирование поговорим. Я знаю, что ты консультируешь, и вот мне теперь интересно, расскажи, кого ты консультируешь, ну, вообще, и считаешь ли ты себя инфо-цыганом, консультантом? Так, хорошо, я для затравочки скажу, что да, я самый настоящий натуральный инфо-цыган, потом. Да-да-да, чем отличается инфо-цыган от не-инфо-цыган? Это я потом скажу, вот, но вот отвечу на твой вопрос, типа, что я делаю, кого я консультирую. Я консультирую продукт-менеджеров, управленцев разного рода, в основном в диджитал-сфере, и как раз по какой теме я консультирую. Как правило, это анбординг человека на новом продукте, то есть анбординг его на новом продукте. То есть для меня как бы есть такая штука, что не так сложно продукту завоевать оффер, как сложно его удержать, потому что человек зачастую попадает в новую среду, где ему никто не доверяет, где от него хотят какой-то непонятной херни, где никто ему напрямую не подчиняется, то есть у него инструментов прямого воздействия на продукт практически нет с самого начала, кроме одного, кроме кредита доверия, который нужно еще не потерять. И как раз я консультирую по тому, как людям, следуя определенным шагам, постепенно эти инструменты приобретать и успешно пройти испытательный срок, достичь каких-то определенных KPI и так далее. Как выстроить отношения со стейкхолдерами, как выстроить отношения с командой, как выстроить отношения с людьми, от которых вам что-то надо, а вы им только как помеха, то есть как с ними выстроить тоже отношения. Вот на эту тему последние мои консультации были. Тут прям хочу даже добавить, потому что многие, наверное, сейчас зададут вопрос, а зачем мне платить консультанту за свой онбординг? Это же мой менеджер должен задуматься о том, как меня за онбординг, бла-бла-бла-бла-бла. Я просто по себе как человек, который я брала консультации не у Евгения, а у другого коуча как раз-таки по онбордингу, потому что чем сеньорнее ты становишься, тем меньше тебя онбордят. Онбординг лежит абсолютно на твоих плечах, как кандидат, и как новый сотрудник, ты сам должен позаботиться о своем онбординге. То есть если вы сеньорный продакт-менеджер, принципальный, если вы какой-нибудь директор T-Level, никто вас онбордить, так за ручку вести не будет, если вы как джуниор или как медла. Поэтому и очень важно здесь иметь какого-то себе, вот я называю это бади, партнера, который будет вам помогать, будет вас направлять и помогать вам пройти вот этот испытательный срок и не вылететь в первые 90 дней со своей работы. Вот, поэтому я здесь очень-очень поддерживаю, я сама платила деньги, да, консультанту за то, чтобы заонбордиться, и пройти успешный испытательный срок. И честно говоря, для меня это было одно из самых лучших вообще решений. Вот, поэтому здесь прям очень поддерживаю вот это. Ну расскажи, считаешь ли ты вообще себя инфо-цыганом, точнее, ты уже сказал, что ты считаешь, вот чем отличается инфо-цыгана доброкачественного консультанта? То есть я продаю информацию, да, то есть я продаю, так как я информацию продаю, соответственно, я являюсь вот этим именно инфо-бизнесменом, можно так сказать. Вот, при этом, как бы, инфо-цыган, это как бы такое, скажем так, более стебное, что ли, выражение инфо-бизнесмена, но по сути, как бы, я продаю информацию, значит, я занимаюсь инфо-бизнесом. Вот, если, ты вот спрашивала, да, то есть чем отличается инфо-цыган, да, от нормального консультанта, на самом деле, по большому счету, в общем-то, ничем, потому что если мы исходим из тезиса, что консультант, это человек, который продает информацию, он занимается инфо-бизнесом, так что тут можно поставить знак равно. Так вот, какой ты, какой ты консультант, расскажи, ты, вот, все обычно считают, что инфо-цыган, это человек, который, занимается инфо-бизнесом, продает какой-то воздух, да, то есть ты все-таки продаешь воздух или ты какие-то полезные вещи продаешь? Полезные, да, но тут очень важно понимать, что для кого-то что-то будет очевидным, а для кого-то нет, поэтому всегда, когда я вот с людьми начинаю сотрудничать, я сначала у них спрашиваю, а в чем, собственно, задача, в чем проблема твоя? да, как бы, что ты хочешь достичь, и уже потом смотрю, а могу ли я ему что-то по этому поводу дать, потому что если ко мне обратиться какой-нибудь SEO, какого-нибудь стартапа, который знает больше, чем я, объективно в каких-то вещах, и спросит у меня, как мне развивать там мой продукт, я, конечно, накидаю ему идеи, но я как бы не уверен, что он всех уже не попробовал, да, и возможно за такой кейс я не возьму и скажу, что слушай, ну как бы, как бы не хочу тебе нести фигню какую-то постную очередную, да, вот, поэтому, как бы, а если человек меня спрашивает, вот, у меня проблема, мне нужно заонбордиться, тут вообще токсичные стейкхолдеры, там, и так далее, я не знаю, как выпутываться из этого дерьма, как бы, да, то есть вот это, да, вот, а я, ну, знаю. Да, и вот поэтому нужны, наверное, менторы-коучи, чтобы как раз им сказать, что у меня токсичные стейкхолдеры, да, и никак не потенциальному будущему работодателю, и ни в коем случае на работе, да, не надо это говорить, поэтому классно, когда у тебя есть какой-то человек, которому вы доверяете, и вы можете ему об этом рассказать. Ну вот расскажи, а у меня часто задают вопрос, как выбрать хорошего карьерного консультанта? Как вообще определить, важно не выбрать плохого. Вот. Makes sense, да. Потому что на самом деле, как бы, хороший консультант это тот, который хочет действительно помочь, и который действительно захочет выслушать человека, и действительно даст ему новую какую-то информацию. Я бы не рекомендовал что? Я бы не рекомендовал обращаться к консультантам, которые не имеют доменной области, или вот в той дисциплине, в которой вот вы практикуете. Например, если вы продукт-менеджер, то лучше обращаться к ребятам, которые как раз имеют опыт именно в этой дисциплине, и еще лучше, если еще и в том же домене, и еще и на том же рынке, но понятно. То есть, грубо говоря, нужно выбирать себя, но себя, но через два года, условно. То есть, надо выбирать человека, которым вы хотите стать, условно. Но это так, это грубо, но примерно так. И плюс человека, который работает... У тебя какая доменная экспертиза? Допустим, если я к тебе пойду, но ты не США, да, вот я позиционирую себя как США, ты позиционируешь себя какая? Как глобал, как глобал, глобал рынок, B2B, и B2B2C, и, пожалуй, там HR Tech в основном, FinTech и MarTech, ну, все, что касается рекламы, технологий. В этом, как бы, у меня есть experience, в этом могу что-то подсказать. По дисциплинам, да, это Product Management, Project Management тоже, как бы Delivery Management тоже, потому что часто приходилось управлять командами разработки. Вот как-то так. Понятно, понятно. То есть, если вы хотите США, Product Management, то к Ане Наумовой, да, если вы хотите Global, MarTech Project, Product, то к Жене Абраменко. Супер. Хорошо. А вот в этом твоем примере, посте про кандидата, который потратил 30 тысяч на карьерных консультантов. У меня недавно было видео с Андро Горбушкиным, который, по-моему, потратил 20-20 тысяч долларов, 10 или 20 тысяч долларов, и он сказал, что это было несколько лет назад, сейчас это как раз-таки будет стоить около 30 тысяч долларов. Ну и в итоге получил баклажан в рот. Как потратить 30 тысяч долларов и получить работу, а не баклажан? Расскажи, пожалуйста. Подкупить рекрутера. Да, 30 тысяч долларов потратить лучше. Да, лучше потратить их на пиво. На самом деле, честное слово, честно могу сказать, что как бы нужно же понимать, для чего вообще существуют конкретные вот эти консультанты. Они существуют для того, чтобы закрыть тот гэп, который вы не знаете. Например, вы не знаете, как сделать что-то. Но вам ни один консультант не впишется за то, что он тебе скажет, что он придет и сдаст вам что-то такое, что вы раз и получите кучу аферов. Это очень комплексная работа, работа с конверсиями, работа с вероятностями, со способами повышения этой конверсии. И вообще, чем на самом деле, вот как мне кажется, ценен еще консультант, но таких очень мало, который имеет прямые доступы к определенным SEO-фаундерам каких-то определенных компаний или к лицам, принимающим решения, которые в курсе о том, что вот у них есть позиции, о которой они никому не говорят, и вот у меня есть человек, которому я могу доверять, и я могу принести за руку, и как бы теперь разговариваете. И вот такие консультанты, да, это топ. В остальном, ну, как бы, консультанты, которые не имеют таких выходов, они, как правило, могут просто посоветовать, как сделать какие-то вещи, которые ты просто не знаешь, как делать. Но если ты ищешь давно, если ты там отправил 16 тысяч откликов, то наверняка ты знаешь, как делать LinkedIn свой, как делать свои там профили, на каких сайтах нужно искать, и вот эту всю тему ты знаешь, и по большому счету тебе не нужно обращаться к консультантам, которые не имеют вот таких каких-то прямых выходов. Вот. Понятно, понятно. Я лично вот платила консультантам из МЕТы, когда я хотела пройти собеседование в МЕТу, я поняла, что у меня уже, ну, люди, которые меня окружают, мне не хватает уже знаний, то есть мне нужен был человек конкретно из МЕТы, который занимается наймом. Вот. И мне хотелось бы услышать именно фидбэк человека, который нанимает в МЕТе. Я взяла с себя консультанта. Я все равно, кстати, провалила собеседование, но у меня была только там пара сессий, то есть я не брала много, вероятно, мне в следующий раз нужно дожать и взять больше сессий и, может быть, с разными людьми, чтобы послушать фидбэк не только одного консультанта из МЕТы, а вот более такую обширную себе картину создать. Скорее всего, я попробую эту стратегию в будущем, но, тем не менее, у меня был такой опыт, но он был достаточно положительный. Я много чего интересного узнала, даже чего я, в принципе, со своим богатым опытом поиска работы, чего я не знала. Поэтому очень всегда полезно, всегда вы получите что-то, что вас удивит в итоге. Супер! Ну, давай, давай поговорим про... Раз мы здесь два таких скучных продукт-менеджера принципальных собрались, да, и, как ты вначале сказал, что не буду рассказывать, это неинтересно. Вообще, про продукт-менеджмент. Расскажи, как ты считаешь, какое будущее у этой профессии, вообще, насколько сейчас она востребована, до сих пор ли люди хотят так активно, да, стать продукт-менеджерами, вот, такая же она секси считается или уже нет? На самом деле, если вы ожидаете услышать от меня какие-то позитивные темы на этот счет, на этот вопрос, то я вас разочарую. Мое мнение следующее, что сейчас вот этот вот хайп на продукт-менеджера, он как бы подспал, и, в общем-то, это либо просто-просто работа, да, то есть это когда нужно делать раз, два, три, либо нужен человек, который сделает магию. И, на самом деле, вот тут очень важная тема, что не все то золото, что блестит, не все, что называется продукт-менеджерской вакансией, является реально продукт-менеджерской вакансией. То есть вот этих ребят, которые могут сделать эту работу, их типа немножко больше, чем надо, потому что редко в какой среде можно полностью реализовать все свои продукт-менеджерские способности, навыки, знания. Очень часто я встречал такую тему, что приходит такой раскрасивейший продукт-менеджер, а им как бы гвозди забивают, то есть как микроскопом гвозди забивают, ты можешь забить гвоздь микроскопом, но как бы гораздо эффективнее будет молотком, во-первых, во-вторых, микроскоп как бы не для этого немножко. То есть там чем только какими-то процессами занимаются, какими-то внутренними хрен-продуктами, которые влияют на метрики третьего порядка, которые вообще никогда непонятно, как стреляют в прибыль. Потому что это очень, на самом деле, большая беда, потому что ты приходишь куда-то, ты занимаешься какой-то фигнёй, а потом ты выходишь на рынок труда, и рынок труда у тебя спрашивает, сколько денег ты принёс компании. То есть как бы вот огромная пропасть между тем, что хотят, и тем, что ты по факту занимаешься. Вот если такая беда происходит, нужно эту ситуацию срочно в корне менять. И её не очень просто изменить, потому что нужно не только попасть, смочь попасть куда-то на какую-то позицию, нужно ещё самому отфильтровать эти позиции, то есть их ещё меньше на самом деле подходящих позиций, где вы можете реально реализоваться. Поэтому, если, не дай бог, вы ещё не стали продакт-менеджером, и вы хотите стать продакт-менеджером, задумайтесь, задумайтесь, потому что сейчас уже тех людей сеньорных даже, которые есть на рынке, их уже больше, чем надо. Но это мой личный взгляд, я как бы ни в коем случае не претендую на истинную последней инстанции. Эх, наверное, да, взгрустнули те, кто хотят транзишн в продакт-менеджмент. Ну, чем отличается классный продакт-менеджер от такого посредственного? И вообще, как стать крутым продуктом? Ну, помимо того, что ты сказал, надо деньги, да, приносить компании, что-то ещё нужно делать? Самое главное, как я уже говорил, очень важно найти правильное место к применению своих знаний. Вот, потому что, понятное дело, что у продакт-менеджера должен быть огромный набор разных скиллов, пускай развитых по чуть-чуть, но зато везде. Да, то есть это там и эмпатия, и менеджмент, и управление эмоциями, и коммуникация, и математика, и статистика, и понимание бизнеса, как работает бизнес, там, и знание иностранных языков, и так далее, и так далее, и так далее, можно перечислять до бесконечности. Вот, но чем отличается классный от посредственного? На мой взгляд, классный как раз имеет большие амбиции по взятию на себя рисков, то есть, как бы, посредственный продукт-менеджер, он как бы имеет набор каких-то скиллов, он приходит на работу, делает работу, а вот крутой и классный, он берет на себя риск, то есть, и чем больше риска он может на себя взять, тем как бы круче он считается, потому что риск, это дело, еще нужно риск уметь просчитать, потому что не каждый риск нужно брать на себя, понятное дело, то есть, нужно брать ту ответственность, которую ты хочешь, вот, то есть, риск-менеджмент, это, пожалуй, наверное, ну, одна из, там, топ-трех навыков продукта, которые важны, вот, то есть, вот это вот умение сказать, мы будем делать так, обосновать, и взять на себя ответственность, понимая, что это может не зайти, вот эта вся история, надо понимать, что там тебя могут уволить, и потом никуда не нанять, и тем не менее, нужно брать на себя этот риск, вот, и вот такие ребята, они, ну, кто-то, конечно, из них сгорает, а кто-то становится звездами. Слушай, очень с тобой согласна, здесь именно про взятие ответственности, взятие риска, и некая такая проактивность, когда ты берешь на себя действительно очень много всего и драйвешь свою команду, и с учетом того, что ты сам не знаешь стопроцентно, да, что надо делать, да, потому что мы, как продукты, обычно действуем в условиях дикой неопределенности, она может быть чуть-чуть больше неопределенности, чуть-чуть меньше, но мы никогда не знаем стопроцентно, что нужно делать. Мы каждый раз пытаемся что-то попробовать, тестировать, тестировать, и вот это вот действительно большой страх, вот я лично сталкивалась с этим на протяжении своей карьеры, что вроде как мне хочется, но мне страшно, да, но мне надо, но мне страшно, да, мне страшно лохануться, мне страшно обосраться, мне страшно повести команду не туда, да, а без этого никак, то есть надо как бы брать вот этот страх с ним работать и, ну, все равно идти тестировать, пробовать, и в итоге, да, лоханешься, скорее всего, лоханешься, да, И понимать, что в 99% случаев, скорее всего, ты лоханёшься. Мне кажется, задача работы продакта, она такая неблагодарная в какой-то степени. Ты такой как панчинбак, груша для битья, потому что все неудачи всегда летят в твою сторону, а все удачи часто летят в твоей всей команде, и ты такой стоишь в сторонке, как бы, типа, команда молодец. Да, поэтому здесь нужен определённый склад ума и характера, и, наверное, такая психологическая работа должна быть о том, что ты не селебрити, ты не суперстар, и, собственно, ты, скорее всего, допустишь огромное количество ошибок. Ну, супер, круто. Давай расскажи мне про свои планы вообще, почему ты ищешь работу? Ты же вроде в классной компании работаешь. Да, почему я ищу работу? То есть сейчас я для себя просто определил, что мне нужно не просто какую-то новую работу или выйти на какой-то другой рынок, переехать в какую-то страну. Нет. Я ищу для себя именно прям такую работу, где я смогу реализовать вот этот вот кейс как раз по росту продукта в бабле. Вот прям, чтобы вот ты сделал действие, и вот видишь, да, вот как оно на бабло влияет. То есть чтобы ты там не сделал что-то и думаешь, а что это такое, а какую-то метрику я там должен себе придумать, и там что-то как-то, а фиг знает, а потом приходят эти холдеры, и ты должен им каким-то образом объяснить, как это, зачем это им вообще надо, вот эту метрику. Вот чтобы такого не было, да, чтобы я прихожу, и я реально выращиваю продукт в деньгах, вот. Вот, либо нет, как говорится, тогда я буду точно знать, что я вот это попробовал, вот это не работает. Либо я это попробовал, и это работает. Вот, то есть условно не витать в облаках, да, там, и не думать о том, приносишь ты пользу компании, не приносишь ты пользу компании. А так, что вот прям конкретно видно, приносишь или нет. И какие компании ты вообще рассматриваешь? Вот так вот, если кто-то тоже захочет такую же цель, приносить бабло, это какие компании должны быть примерно? Ты знаешь, скорее всего, это компания, которая уже имеет какую-то продуктовую линейку, ну, то есть там один, два, три продукта, она имеет амбиции по выходу на, там, по расширению рынков различных, да, то есть и очень важно, чтобы она уже имела какую-то выручку. То есть чтобы это не чтобы такая тема, что, знаешь, часто приходят, говорят, вот нам нужен продукт, который должен нам найти продукт-маркет-фит и так, чтобы бабки сваривались в плюс. То есть гипотеза, основная продуктовая гипотеза не проверена. Это как бы в такие игры можно играть, но это если у вас уже за плечами много денег, много продуктов, и вы думаете, а не поиграть ли мне в это казино, да, вот, но если вы только выстраиваете свою карьеру и вы хотите получить кейс, да, то есть вам нужно такое место, где вы можете, где это возможно, в принципе. А когда ты приходишь в компанию, которая тебе говорит, ну, вот у нас есть какой-то продукт, но вообще мы пока не поняли, как бы он вообще, типа, нужен он рынку или не нужен, да, вот, вы потратите полгода на выяснение этого обстоятельства, и если, не дай бог, при этом окажется, что он не нужен, вы потом это никому не продадите. Просто раз, и я уж не говорю о том, с какой менталкой после этого вы уйдёте, да, то есть с какой самооценкой вы после этого уйдёте. Вот, поэтому очень важно... То есть ты такой продукт, который хочет прийти на тёпленькое, да, уже, чтобы был продукт-маркетфит, чтобы уже были продукты, чтобы уже и каким-то образом там инкрементально растить бабло, да. Ну, типа, я не буду скрывать, да, то есть я хочу видеть, что вот понятный продукт, то есть понятная ценность, он уже создан, да, пускай он только начинает, пускай там выручка, там, не бог весь какая, но понятно, что есть амбиции, есть всё, тогда, да, вот, там можно и кратно выращивать, там можно проводить эксперименты, гипотезы выстраивать и так далее и тому подобное, там это всё надо, там это всё понятно, куда применить. Вот, да, то есть я не буду скрывать о том, что я не занимаюсь благотворительностью, я не занимаюсь самопожертвованием, я не собираюсь там, типа, а рискну-ка я годом своей жизни на какую-то непонятную хорей, да, крыльпую, ну, зачем мне это надо? Ну, есть, есть типажи, есть такие люди, которые, наоборот, любят с нуля выстраивать, вот, приходить именно на поиск продукт-маркетфит, и когда вообще ничего нету, зато здесь, ну, выигрыш большой, да, у тебя огромная, огромная вероятность, что ты лоханёшься, у тебя ничего не получится, но зато, если у тебя получится, если ты найдёшь этот продукт-маркетфит и найдёшь денежный поток там, то это уже такой большой куш, да, получается. То есть есть просто разные, да, есть разные типажи вообще людей, и как бы, когда вы выбираете как продукт-менеджер, выбираете свою, ну, как бы, где вы находитесь, чем вы хотите заниматься, вы должны иметь в виду, вы хотите какое-то более-менее, не знаю, плавное развитие, стабильное, тогда вам более крупные компании нужны, эти более стабильные, если вы хотите вот такой from zero to one и готовы идти на риск, но потом больно падать, тогда вам, наверное, такие early stage startup нужно, если вам это нравится, если нравится, больно падает. Вот. Супер, супер. Ну, давай тогда, наверное, пожелай, может быть, что-нибудь моим зрителям и слушателям моего подкаста. У меня люди умные, классные, хорошие, которые ищут работу обычно на международных или американских рынках. Вот давай, топ-3 совета от Евгения Абраменко. Первое пожелание – это пожелание удачи, конечно же, потому что помимо того, что вы должны там уметь и себя презентовать, и проходить собес, и правильно отвечать на трики, вопросы, и вот это вот всё вам ещё, конечно, нужно повезти конкретно. Вот. Так что я этого вам очень сильно желаю. Вот. Второе, что бы я очень хотел пожелать, что вот я часто сталкиваюсь с такой реакцией у людей, да, то есть когда они испытывают фрустрацию и снижение самооценки из-за того, что их там куда-то не берут, из-за того, что им отказывают или из-за того, что их игнорят. Вот тут я бы очень сильно пожелал бы вам, чтобы вы никогда по возможности не брали это на свой счёт. То есть все отказы, какие-то там игноры, это не потому, что это никак не говорит о вас как о специалисте, это не говорит о вас как о человеке там каком-то там нехорошем или хорошем. Это просто какое-то определённое событие, которое, скорее всего, процентов 80 не связано никак с вами лично, вообще никак. Вот. Просто такова же за. Вот. То есть вот это очень важно понимать. Надо себе это постоянно повторять, что да, вы ответственны за то, что вы куда-то попадёте или не попадёте, но вы не виноваты в том, что вам кто-то отказал. Вот. И третий совет, что я бы хотел точно посоветовать, выбирайте для изучения, если вы хотите что-то изучить, не надо брать вообще всё. Вот, например, там был хайп на блокчейн, на крипту, все там что-то пошли изучать этот блокчейн. Надо, не надо, вывезу, не вывезу, не знаю. Сейчас, короче, хайп на ML, все стройными рядами стали либо делать курсы, либо проходить курсы, а там что там ML, как, это же ужас какой, если мы не будем знать, мы умрём под мостом, конечно же, все обязательно, да. Вот. И вот это всё. Потом все курсы глотают там, везде нужно там, где-то нужно там математика, все что-то там, статистику стали изучать, кто-то потом стал изучать дата-аналитику, чтобы всё-всё-всё-всё. Невозможно, во-первых, всё знать, во-вторых, вы должны чётко понимать, что сначала вы получаете работу, сначала получаете, вы сталкиваетесь с тем, что вы не знаете, как делать конкретные вещи, вы открываете там чат ГПТ и спрашиваешь там, подскажи, как сделать эту вещь, или в Гугле вбиваешь там видео о том, как там, не знаю, ну, самое банальное, там, построить какую-нибудь таблицу данных, как там написать SQL-запрос. Ну, вот такие вещи. То есть это вам нужно под задачу, а не изучать всё заранее, лишь бы было там и так далее. То есть вот изучение лишь бы было, оно абсолютно бесполезно. Вот так. А ты не побежал изучать AI, ML? Слушай, а я этим начал заниматься до того, как это стало мейнстримом. То есть я работал в ML-проекте ещё до того, как зарелизили чат ГПТ. То есть я уже работал в ML-проекте, и мне он даже был интересен не с точки зрения того, что он ML-ный, а с точки зрения, что он в HR-тек именно индустрии. То есть это система, рекомендовательная система, которая подбирает позиции кандидатов друг к другу. Вот. И как бы... А там просто под капотом был ML. Ну, вот. А потом на ML пошёл хайп. Я такой думаю, ну, круто. Вот. И, грубо говоря, по большей части вот эти изучения всех этих каких-то моментов, оно нужно, чтобы с обес пройти. Потому что на реальной работе, ну, скажем так, не всегда от продакт-менеджера требуется знание того, что такое линейная регрессия, или что такое дерево решений, или случайный лес. Как бы, да, скорее всего, это будут задавать какие-нибудь очень душные технические интервьюеры. Вот. Согласна, согласна. Я просто подверглась этому хайпу, побежала сразу вот год назад, когда этот хайп пошёл, побежала изучать курсы. Прошла курсы, заплатила деньги, благополучно всё забыла. Ну, как, то есть у меня было какое-то, знаешь, такое поверхностное, ну, всё равно понимание, что это такое, да. Но вот, тем не менее, из-за того, что я с этим не работаю, я благополучно всё забыла. Поэтому я как раз тот жертва жертву хайпа. Как только что-то хайпует, я сразу бегу на курсы, сразу это изучаю, а потом я не знаю, что с этим делать. Ну, я в резюме себе положила, что я вот, типа, у меня есть знания. Да, и когда, наверное, будет какое-нибудь собеседование, я такая, что это такое там, что там за дерево какое, знаешь, из этой серии. Слушай, у меня бы стикеры-стикеры наклеят, там дерево такое, дерево сякое. Слушай, супер. Жень, спасибо тебе огромное. Очень-очень интересно. Мне понравились твои антисоветы, мне понравились рекомендации по выбору хорошего карьерного коуча и в целом про будущее, грустное будущее продакт-менеджеров, да, мы сегодня поговорили. Вот, поэтому спасибо тебе огромное ещё раз. Обязательно подписывайтесь на канал Жени и вообще на Женю в соцсетях. Все ссылочки я обязательно оставлю, если хотите читать такие спайси-новости про продакт-менеджмент и наим на международных рынках. Подписывайтесь, очень-очень интересно. Я читаю с большим всегда удовольствием. Я часто молчу в тряпочку, потому что очень сильно триггерит. Я пытаюсь беречь свою нервную систему. Вот, поэтому если вы любите что-то такое, да, за грани нормального, подписывайтесь. Если вы любите что-то нормальное, подписывайтесь тогда на меня. Вот, поэтому если... Обязательно ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, тоже обязательно ставьте лайк, да. Чем больше лайков, тем больше людей узнают про мой канал и про это видео. Если вы ищете работы в США, заходите на ananaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. Я вам помогу сделать классное резюме, LinkedIn, подготовиться к собеседованию международной кампании на русском, на английском языке, на испанском, hablo español. Ну и да, я думаю, что подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И на этом все. Спасибо большое. До встречи в следующих эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok